Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире нашего телеканала программа подробностей. А в нашей студии гость, который не нуждается в особом представлении, это Дмитрий Матвеевич Плоткин. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Позавчера вы и ваши коллеги отметили профессиональный праздник. Вы мастер по части истории, это мы уже давно проверили на себе. Расскажите об истории возникновения российской прокуратуры. 12 января – это необычный день для работников прокуратуры. Дело в том, что ровно 293 года назад, именно 12 января, Петром I, царем-реформатором России, была создана прокуратура России. В лице генерал-прокурора и обер-прокурора. Как раз в этот день был Петром I издан указ об учреждении при сенате этих должностей. И Петр I создавал прокуратуру для обеспечения интересов государства, для надзора, повсеместного надзора за деятельность, прежде всего, чиновников. И понадобилось еще после этого три царских указа, чтобы прокуратура обрела завершенные черты и смогла действовать. А вот какие-то кардинальные различия с тем, что есть сейчас, были? Ну, тогда было немножко по-другому. Был генерал-прокурор, который назначался и имел, можно сказать, неограниченные полномочия по надзору. В основном он занимался этой всей деятельностью. Сейчас уже, разумеется, по-другому. Это единая федеральная централизованная система органов, которые осуществляют надзор. То есть прокуратуры созданы и в районах, и там различные специализированные прокуратуры. Тогда такого, разумеется, не было. И прокуратуры городов, областей. То есть сейчас это огромная система. Тогда это были отдельные прокуроры, которые занимались надзорной деятельностью. И, разумеется, сфера надзора тоже значительно расширилась. А это говорит о том, что количество преступлений стало больше, и преступники стали разнообразнее действовать? Ну, это такое бытовое мнение. Ведь деятельность прокуратуры – это не только деятельность по борьбе с преступностью, а очень многие сферы, о которых я сейчас чуть дальше, я думаю, расскажу. Я бы хотел еще вспомнить, что не все, наверное, знают, что когда была создана прокуратура Рязанской области. Прокуратура Рязанской области была создана 28 сентября 1937 года. И вот с тех пор она действует. И в Рязанской области у нас работают три межрайонные прокуратуры и 26 прокуратур-районов. Более 350 сотрудников работают в них. Из них более 250 – это оперативный состав. Это прокуроры, заместители, помощники прокуроров. Прежде всего… Чем занимается сейчас прокуратура, чтобы было понятно телезрителям? Понимаете, когда обычный человек приходит в такое учреждение, где все закрыто, где даже дальше входной двери сразу не попадешь, возникает ощущение закрытости, возникает ощущение бюрократизма, чего угодно, но только не сиюминутной помощи, хотя все это далеко не так. Давайте расскажем, как есть на самом деле. Ну, прежде всего, основная функция прокуратуры – это надзор за соблюдением прав и свобод граждан. Это борьба с преступностью. Это соблюдение законодательства в сфере экономики. Это законодательство, надзор за соблюдение законодательства о несошлетних, соблюдение законодательства о противодействии коррупции, надзор в этой сфере. Определенный период прокуратура надзирала в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Надзор за исполнением законов, контролирующими органами в сфере предпринимательства. Защита жилищных прав ветеранов, соблюдение законодательства в сфере льготного обеспечения лекарственными средствами. То есть, почти все сферы жизни охвачены? Да, выплата заработной платы. Ведь, действительно, такие болевые точки, когда законодательство нарушается. Люди не получают заработную плату, идут к руководству предприятия, если оно еще коммерческое. Им просто не платят зарплату. Куда идти? Вроде бы и преступления нет. А права человека нарушают. Что значит человек, который живет на эту зарплату, и вдруг этой зарплаты у него нет месяц, второй, третий? Что делать? И вот одна из основных функций прокуратуры – именно надзор за соблюдением законодательства в этой сфере. И очень многим помогли. Ряд предприятий подверглись проверкам прокуратуры, там, где не платили заработную плату. И если вначале меры под отношением к руководителю могли быть щадящими, там, представления, обустранение нарушений закона, то если уже повторно выявлялось, что руководитель предприятия не платит заработную плату рабочим, то прокурор обращался с исками в суд о дисквалификации руководителя предприятия. И в ряде случаев, в общем-то, суд принимал решение, и руководитель предприятия был дисфлицирован и лишен работы как руководитель предприятия. Давайте вспомним какие-нибудь интересные уголовные дела из прошлого. Ну, из моей практики, что у нас известные дела – это бандитские дела. Мы 10 лет прокуратура занималась расследованием бандитизма. Это известная Слоновская группировка, следственная группа прокуратуры занималась расследованием. Мне пришлось возглавлять эту группу. Арапетовская группировка, в которую входило там целый ряд банд, которые там между собой ссорились, убивали друг друга. Представители этих банд и других предпринимателей убивали. Группировка Дороговская, группировка Осокинская отдельная была очень жесткая. Группировки в районах потом пришлось убирать и в Касимовском, и в Скопинском районе. То есть, в принципе, я считаю, что, в общем-то, прокуратура вычистила от бандитизма Рязанской области. Самое интересное, что ко мне даже порой на улицах подходят те, кто сидел там. Вот я и хотела спросить, как вам удалось сохранить уважение этих людей? И самое интересное, что благодарят. И, знаете, говорит, вы знаете, вот мы остались живы благодаря вам, потому что вот если мы продолжили, неизвестно, что с нами было и к чему бы мы пришли. Некоторые даже стали, обратились к Богу и замаливают грехи. Ну, вот так у большинства-то, даже те, кто отсидел, понимают, что отсидели с пользой за дело. И, в общем-то, какого-то такого зла-то нету. Потому что, действительно, вот те, кого мы не посадили, либо где-то лежат на кладбище, потому что только этим закончилось в основном. В общем-то, выиграли вот в этой борьбе между собой, вот этих кланов, там, ну, тысячи людей там были. А выиграли где-то вот из них единицы. Я знаю, что вам очень часто дарят необычные подарки, что-то вы приобретаете сами. Был ли какой-то презент из мест не столь отдаленных именно в день прокуратуры, а может быть, в какую-то другую дату? В свое время мне пришлось работать в колонии еще, как-то, когда в студенческие времена, так, в такой, как сувенир, мне записали кассету с песнями, как-то, заключенные несовершеннолетним, малолетним, подарили. Она у меня долгое время была дома. Вот, те песни, которые они сочиняли, вот, и, в общем-то, такая память оставалась. Для вас как для поэта это особый подарок? Да, это был особый подарок, потому что определенный колорит, в общем-то, и определенные эмоции эти песни, определенные воспоминания вызывали. Давайте поздравим ваших коллег с прошедшим праздником. Иногда говорят, где твой дом, то я всегда говорю, мой дом вообще прокуратура, потому что если посмотреть, сколько времени за жизнь мы проводим на работе и дома, то, разумеется, время нахождения на работе в прокуратуре всегда превысит это время, находящееся дома. Ну, вообще, я души, конечно, поздравляю всех работников, тех, кто работает в настоящее время в прокуратуре, тех, кто прошел этот трудный путь, можно сказать, боевой путь, и тех, кто помогал нам, тех, кто в хорошем смысле был с нами всегда связан, на кого мы могли опираться. Так что, тех, кто уважает прокуратуру, тех, кто работал в ней, тех, кто имеет отношения, ждем прокурора. Спасибо. Еще раз вас с праздником. У нас в гостях был Дмитрий Матвеевич Плоткин, а это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова